Как тебя только угораздило сюда забраться? Дурак, потому что. Оно и видно. Чё? Что дурак? А, ну да. Нет, у тебя такая прокандовая. Я играл бригадиром, лесорубом. Таково его актёрское амплуа. Простак. Всегда смешной недотёпой, простофилем, недалёкий уволень, грубоватый растяпы, наивный добряк. Он очень много снимался именно в этом образе. И он в этом был убедителен и обаятелен. Когда мы с ним познакомились уже, что называется, живьём из столи разговаривать, и он мне говорит, ты что думаешь, я дурачок, что ли? Это такой математический почти мозг. Он всё просчитывает. Он умеет выдать улыбку Ивановске дурачка и показать зубы своего разбойника. Такой человек-фонтан, который постоянно во всём видит шутку. По физиономии видно, что он очень добрый человек, очень добрый, очень отзывчивый, простой. С этим человеком можно идти в разведку в любом возрасте. Вот этот не подставит. Удивительно. Дурашливая внешность совершенно не соответствует внутреннему «я». На экране и в жизни это два полярно-противоположных человека. Неспроста Булата Куджава дал этому артисту такое определение. Хорошо замаскированный интеллигент. В конце 2007 года страна обсуждала сенсацию. 73-летний артист Кокшенов расстался с женой, с которой прожил чуть меньше четверти века и женился на миллионерше, младше его на 19 лет. Мы познакомились вот именно в самолёте, как говорят, на небесах. Тогда актёр и помыслить не мог о том, что случайное соседство в бизнес-классе авиалайнера, летевшего рейсом из Варны в Москву, закончится столь радикальными изменениями в его жизни. И предлагал своей соседке выпить коньяк, купленный им в дьюти-фри, только с одним намерением. Слегка расслабить весьма зажатую, строго неприступную даму. К удивлению, предложение было принято. И дегустация состоялась. За неимением бокалов прямо из горлышка бутылки. А к моменту приземления свершился и первый поцелуй. Это люди, движущиеся в одном направлении. Вот они, ну, как одно целое. И дух мой стал возвышенный, я... Тебя кто звал в Москву? Матушка, у меня невеста. Извольте дослушать. Наталья Васильевна оказалась отнюдь не простушкой, случайно попавшей в элитный салон самолёта. А бизнес-вумен высочайшего ранга, генеральный директор компании, производящей электротехническое оборудование для нефтяной промышленности. Она в таких местах вращается, а я думаю, что это шалупонь. Только о том, что у его новой знакомой в подчинении свыше тысячи человек, Михаил Михайлович узнал не во время судьбоносного полёта, а гораздо позже. Чему предшествовали многочисленные безрезультатные названивания в её офис, в надежде добиться встречи. Но все они наталкивались на один и тот же сухой ответ секретаря. Она на совещании, повергавшей артиста в отчаяние. И всё же настойчивость и терпение были вознаграждены. И ночью вдруг звонок. Она говорит, приезжайте ко мне. И сказала адрес, куда ехать. Я поехал к ней. Вот. И больше не уехал. Всё уже. Девять лет уже. Глаза любви видят то, что другим не видно. Наталья сумела разглядеть за внешней дурашливостью, за актёрским образом простака деревенщины, человека совершенно иного свойства. Мужчину надёжного, сильного и верного. Интересного собеседника. Отнюдь не комичного дурня, а человека ранимого и внутренне одинокого. Ну, он добрый. Он чуткий, он заботливый. Мне вот этого как бы на тот момент, мне этого не хватало. Вот он мне это давал. Ну, а вообще с ним легко. Вот не пройдёт и дня, чтобы он там, если мы не вместе, он не позвонил, не поинтересовался моим здоровьем, как я одета. И такой он дурак окажется, вот так бы я сказал. Потому что был бы он простой, примитивный и тупой олигарх, он бы себе выбирал длинноногих блондинок, значит, с надутыми губами и с пустыми мозгами. Нет же, всё-таки он выбирает себе умных, интеллигентных и славных женщин. Сам ли? А может, судьба так благоволит? Причём не только в личной жизни, но и в профессии. 1974 год. Леонид Гайдай обнаруживает Кокшенова, которого впоследствии будет снимать во многих своих фильмах. Причём не в картотеке Масфильма, хотя молодой дипломированный артист был уже там зарегистрирован, а в газетном киоске. Варьки стояли, эти газеты, то есть печать. И артисты продавались раньше. Не космонавты, а артисты были. Мы там. Значит, цветной стоил 7 копеек, а черно-белый – 5. Фотографии, открытки с изображением известных артистов в советское время были очень популярны. Девушки собирали снимки кинозвёзд. У меня была куча открыток, куча всяких фотографий, но его, кстати, фотографий в моём альбоме не было. Зато она появилась у Гайдая. На фотографии белобрысый юноша в модном синем блейзере с золотыми пуговицами. С нагловато-нахальным выражением лица синюшного цвета, характерного для людей в подпитии, на фотосессии Кокшенов постарался. В снимок попал точнёхонько в цель. В руки знаменитого режиссёра. Он сказал, дайте мне вот этого синенького. И отдал, значит, своим ассистентам. Ещё будучи студентом театрального училища имени Щукина, Михаил Кокшенов понял, насколько важен для артиста костюм. Поэтому подбирал одежду для себя всегда тщательнейшим образом. Как для сцены, так и для жизни. Он принимал участие в выборе костюмов. Из галстука не положено. Да мне только на одну минуту. Сказать, предупредить. Ну, будьте человеком. Не буду, не положено. Он сам отсматривал, что должно быть. Вот как по цвету, по имиджу. Михаил Михайлович, дорогой, я вот до сих пор вспоминаю, как я у вас не купил рубашку. Ведь хорошую цену давали. Хорошо. Штанов не надо. Давай только туфли. Мерить не буду. Миша, ну продайте мне рубашку. Он говорит, ну, там, десяточку. Условно говоря, я сейчас уже не помню, какие там цены. Говорит, да не, ну что-то дороговато. Давай, типа, за семь. Он говорит, нет, десяточку. Говорит, ну давай, заводи. Ну, нет, десяточку. Ну, короче, она стояла на своем, рубашка не отдала. Говорит, она мне самому нравится. Так что до сих пор жалею, что не купил. Вам туфли завернуть? Оставь себе. У меня дома еще 34 пары. Дарю! Окончив в 1963 году театральное училище имени Щукина, Михаил Кокшенов был принят в труппу театра имени Маяковского и прослужил в нем три года. Как рассказывает артист, за это время ему удалось сделать на сцене гигантский карьерный скачок. Дорасти от роли четвертого ворона без реплик до главного ворона, которому дозволялось каркать и хлопать крыльями. Герой наш, значит, в игре, он ходит в общенном таком трико, вот такие вот большие рукава, фишмы, все. И вот я думаю, вот, прикинусь я вообще вот так вот. Но когда я прикинулся в первый раз, я был в трико, я забыл одеть плавки. Как называлось у нас на витрине в магазине есть и сорок колбаса. Так, в общем, мы обтянуты были. Ну и поняла потом, что это не мое. Что мне фигура, мне не грозит. С сожалению, театр был оставлен. Мы все хотим играть и драматические роли, но уж такая наша судьба. Кому как везет. Если роман с театральными подмостками у Кокшенова не заладился, то с кинематографом артисту явно везло. Славу ему принесла роль неудачливого и смешного соседа-любовника в новелле «Забавное приключение» из комедии Леонида Гайдая «Не может быть». Выйдя на экраны, эта экранизация по изведению Михаила Зощенко заняла второе место по прокату в кинотеатрах страны. Только за 1976 год ее посмотрели 50 миллионов зрителей. Дуэт Михаила Кокшенова с Олегом Далем стал украшением фильма. Ко мне сейчас дома придет. А тут, глядите, какое-то муро в моей комнате расположилось. Я гонялся за трамваем, который ехал вдаль, а вдаль меня обзывал рыбий глаз. Потом, я уже, когда снялся, понял, что вот это для меня Леонид Йович это просто создал Богом. Вот он заточен был под комедию под Леонид Йовича. Они очень чувствовали друг друга. Он всегда фонтанировал Михаил Михайлович. И очень многие шутки, гэки, которые есть в картине, это его собственные придумки. Я только в фитилях у Гайдая снимался. Но Мишку он обожал. Я помню, когда он дал мне прочитать сценарий на Брайтон-Бич «Хорошая погода». Вот я там читаю, читаю, я говорю, ну, а вот это, говорю, будет как Шайнов. Он говорит, а как ты угадал? Потому что я уже знал, что Миша обязательно у Гайдая будет. Он очень его любил, и всегда радовался. говорит, с Мишей легко работать, Гайдая говорит. Я говорю, а почему легко? С другими трудно, что ли? Он говорит, а Мишу не надо репетировать, он все сам сделает, сам придумает. Ну что, начнем? Я его буду держать, а вы его сантажировать. Погоди! Погоди! Человек-парадокс. Внешность дурашливого простофили никак не подразумевала, что артист Кокшенов способен фонтанировать оригинальными творческими идеями. А между тем, он то и дело подкидывал их Леониду Гайдаю. Когда мы снимали «Апельсинчики и витаминчики» «Спортлотом 82», я там кричал, кому апельсины, кому витамины? По тексту. Кому апельсинчики, кому витаминчики. А потом я пришел на Алуштинский рынок и услышал, что мужик говорит, кому апельсины? Рубль штучка, три рубля кучка, а в кучке три штучки. Я Гайдаю. Говорил, я записал, говорю, вот, Леонид Георгиевич, вы смотрите, он говорит, берем. О чем? Рубль штучка, три рубля кучка, а в кучке три штучки. Совсем очумели. Креатив Кокшенова проявлялся не только в кинематографе, но и в литературе. Мы познакомились с ним не в кино, а гораздо раньше, в 67-м году, может быть, когда расцветала литературная газета «Клуб 12 стульев». Тогда они оба были молодыми авторами. Оба публиковались. Михаил сочинял короткие рассказы. Он это тоже умеет. Да, с такой внешностью, в общем, не сильно писательской, но он это умеет. Билетристикой Кокшенов увлекся гораздо раньше, еще в институте. Учась в «Щуке», писал отрывочки для собственных показов. То, что нужно актеру. Вот я это все себе выписывал, все. И даже играл. Правда, выдавал это за других авторов, за Лескова, там, обнаглел совсем. Спустя три десятка лет артист с воодушевлением занялся написанием киносценариев. С 1999 года по 2005 их вышло шесть. И по каждому Кокшенов лично снял фильм. И, конечно же, он снимал комедии. Хотя жизнь комика, как и у всех его сверстников, родившихся накануне войны, была далеко не безоблачной. Михаил Кокшенов появился на свет в Москве 16 сентября 1936 года в роддоме на Софийской набережной. Родители переехали в столицу из Владивостока, где отец, тоже Михаил Михайлович, работал горным инженером, был директором комбината. А мама, Галина Васильевна, успешно занимавшаяся в театральной студии при городском драмтеатре, мечтала стать актрисой. Мама все время хотела, у нее зудело, она хотела в театральный студ поступить. Однако мечтам о московских театральных подмостках сбыться было не суждено. Сначала родился сын Миша, через год в горьком 37-м году не стало его отца, а потом началась война. Крапивой питались, какие уж там театры. Замуж Галина Васильевна больше не вышла. Работала санитаркой в Первом медицинском институте. И вот уже над Кремлем летали немецкие самолеты. Но Кремль был весь закамуфлирован. Даже башня Ивана Великая и то была закамуфлирована под что-то такое, непонятно. У нас дом старинный, 18 века там, и сидели там на лавочках и смотрели. Детство Миши прошло во дворах и запомнилось ему мальчишеской бесшабашностью. Хулиганил. Мать часто вызывали к директору. Нет, хулиганин, конечно, ну как бы хулиганин, просто что-нибудь там кошке банку на хвост прицепим. Вот так вот, по-мирному. Ну, поражать, чтобы. В пятом классе с пятью двойками в четверти будущий артист был оставлен на второй год. По мнению самого актера, это был лучший показатель по успеваемости в школе номер 9, расположенной в Хвостовском переулке. Я там был самый сильный в классе. И по штанге, по бегу, по борьбе. Ну и в драке тоже, конечно, первый. Ну, первый одним словом. После войны Михаил намеревался стать моряком, по примеру, деда. Но все же предпочел пойти по стопам отца горняка. И поступил на геолого-разведочное отделение индустриального техникума. Во время практики работал геологом. Это романтические профессии, но моряком, значит, я не смог быть, не отпустили. Горняком, значит, я понял, я столько не выпью. Там ребята веселые все. И потом я, значит, вот стал артистом. Не жалею. Уже много лет очень и в театрах работал, и в кино стал сниматься. Монтажники, сварщики, лесорубы. А кого же еще играть с такой внешностью? То время было, когда я закончил училище, и тогда было очень модно заниматься телом. Качались все, качались. И я качаться стал. Восемь. Девять. Потрагу колотушку. Пятьдесят. Угу. Дадим. Именно благодаря накачанному торсу Михаил Кокшенов получил роль в картине Владимира Назарова «Хозяин тайги». Детектив о расследовании кражи в магазине таежного поселка снимался в Красноярском крае на реке Мана. Это приток Енисея. Компания подобралась веселая. Вот там был Володь Высоцкий, Золотухин. Вообще там хорошая команда была. Золотухин впоследствии рассказывал, как приторговывал Высоцким, показывая его местному населению в обмен на самогон и молоко. «Мне ты не подставщики, не ангелы мои сплавщики». Высоцкий там пел, концерты давал по три часа без фанеры, без ничего, без аккомпанемента. Одна его гитара и его волос. «Родники мои серебряные золотые мои россыпи». Как Шенов играл лесосплавщика. «Мне надо было снимать время, что я бегу по плотам, я сплавщик, они говорят, не сплавщик, а сплавщик, они говорят. Я бегу по этим плотам, и надо сорваться было». На самом деле бежал по скользким бревнам и срывался дублер, после чего в воду прыгал артист. Но оказавшись в реке, Кокшенов испытал настоящий ужас. Температура воды 10 градусов, резиновые сапоги, не привязанные по правилам техники безопасности специальной проволокой немедленно наполнились водой и начали тянуть ко дну. Чудом уперевшись обо что-то, по шею в ледяной воде не переставая произносить текст на камеру, Михаил стал лихорадочно стягивать сапоги, избавляться от смертельно опасного груза. И когда я уже вынырнул, костюмер, режиссер кричит, где сапоги? Сапоги утонули в этом самом Едисее. Если на съемках хозяина тайги водный поток едва не поглотил артиста, то на съемочной площадке фильма «Девчата» вода едва не разорвала Кокшенова изнутри. В знаменитом эпизоде в Леспромхозовской столовой ему, игравшему здоровяка-лесоруба, пришлось под пристальным взглядом героя Николая Рыбникова выпить залпом подряд девять стаканов воды. Нечто подобное произошло во время съемок картины Геральда Бижанова самое обаятельное и привлекательное. Михаил по обыкновению играл наивного простака Леху Пряхина. В одном из эпизодов герой Кокшенова должен был залпом выпить стакан воды из аппарата с газировкой. Кохмачи, Ширвинд и Куравлев нарочно запарывали дубль за дублем. В итоге дублей оказалось восемь. Подожди. Питя, чё. Вы работник института? Нет. Тогда разговор закончен. Пей, Леха. Пей. Сегодня на счету Михаила Кокшенова более полутора сотен сыгранных киноролей, навсегда вошедших в золотой фонд отечественного кинематографа. Но для дочери Михаила Михайловича Алифтины особое место занимает лишь один. Это вот он для всех комик, а для меня папа это сама серьезность. Я знаю, каким он тоном может разговаривать и как он серьезно на многих вещах говорит. Конечно, там, да, это вот если меня спрашивают что-то про папу или там пытаются припомнить и вот знакомая фамилия, но люди, особенно более младшего возраста, не всех советских артистов помнят, они сразу начинают спрашивать, какие фильмы были или там посоветуй мне что посмотреть. И, конечно, я вот эту старую советскую классику и комедийные фильмы, и вот «Жень, Женщина, Катюша» это у меня один из самых любимых фильмов. Да и для самого Михаила Кокшенова эта картина стоит особняком, занимает исключительное место в кинематографической жизни артиста. 1967 год. Киностудия «Линфильм». Режиссер Владимир Матыль, автор сценария Булат Акуджава. Фильм «Женя, Женечка и Катюша». Трогательный, лиричный, о любви на войне. В главной роли рядового, щуплого, интеллигентного мальчика Олег Даль. В почти что главной кряжистого ефрейтора Захара Косых Михаил Кокшенов. Борьба и единство противоположностей. Блистательный дуэт. Куда посылку притырят? Пускай там другие кормят. А мы и сами рубанем. Тоже мне, понимаешь. Пускай там с другими. Ты что? Увы, в актерской жизни такие подарки судьбы редкость. Михаилу чаще доставались эпизоды. Но и в них он проявлял характер, всегда умел настоять на свое. Пассажиры должны знать, почему они теряют время. Много будут знать, все профессорами станут. Вот как ты. А ну-ка, товарищ, закрой дверь с той стороны. Я помню, на съемках, где находится на филе, режиссер, значит, Герат Бежанов, говорит, небольшой эпизод Миша играл. Будешь играть водителя, значит, троллейбуса, Миша, вот, и ты куришь. А Мишка никогда не пьет, не курит. И вот, Миша уперся, все, нет, все сыграешь, что скажешь, а курить не буду. Все, и режиссер согласился. Ладно, ладно, не кури, давай снимать, надо снимать. Хулиганцы! Пошел отсюда! Безобразие! На самом деле, так и есть. Михаил Михайлович Кокшенов не пьет и не курит. Он заботится о своем здоровье, контролирует вес, держит себя в отличной физической форме. И профессиональный, к слову, тоже. Он стоит, рассказывает анекдоты, тут же входит в кадр, начинает там рыдать, понимаете. Только не бросайте меня, пожалуйста. Очень, очень прошу. Как-то у него моментально все эти переключения. Это вообще, кстати, очень высокопрофессиональное качество для артиста, который умеет вот так вот переключаться, так сказать, из одного состояния в другое. Словом, в своем почтенном возрасте артист запросто дает фору молодым. Кстати, и побалагурить, похулиганить Михаил Михайлович не прочь. Эту чертовщинку, сохранившуюся в нем с детских лет, отмечают все, кто его хорошо знает. С ним очень легко, он любит шутить, он любит подкалывать. Да что вы испугались этой гранаты? Она же ручная. Его юмор не раз помогал даже в самых тяжелых ситуациях. 19 августа 1991 года. Группа во главе с режиссером Леонидом Гайдаем едет на натуру, на подмосковный полигон Алабина, снимать сцены для новой комедии «На Дерибасовской хорошая погода» или «На Брайтон-Бич опять идут дожди». Равчук! Дави! Дави! Кусеницами! Дай, старте! Дороги перекрыты. На улицах танки. В стране пуч. Съемочную газель останавливает милиционер в камуфляже. Из окна машины появляется голова с огромным черным ухом. То, куда, то это у нас, то чрезвязное положение. И он открывает, так поворачивая, ты понимаешь, видишь у меня, что с ухом? Мне надо срочно туда ехать. А это что это ты такой? Черноухий, а? Это что за абстракционизм? Артист, разве у наших жлобов хоть кусочек кожи допрощишься? Пришлось у одного негра взять орган для пересадки. Говорит, а что такое? Говорит, ну вот, проснулся у него, такое огромное ухо, почернело. Не знаю, что делать мне в больнице. А эти, говорит, сзади. Он говорит, это все со мной. Ну, он его узнал, конечно, потом, говорит, ну, она съемка, ну, смешно. В то гиблое для отечественного кинематографа время, Кокшенов не только сам умудрялся сниматься, но ухитрялся снимать кино, давая возможность актерам зарабатывать на жизнь. Именно тогда, в 90-е, деловитый и практичный Михаил Кокшенов заявил о себе как режиссер, сценарист и продюсер авторского кино. Дядя Вась, роли оселишь? Обижаешь! Я 30 лет на монеты! О! Ему просто в нашей территории мало места. Ему нужно размах. Он очень многогранная личность. Он мог стать и крупным бизнесменом, потому что у него есть и эта, значит, жилка и захвастка. За небольшие ставки работали. Но работали с удовольствием, потому что он как актер, он очень любит актеров. Поэтому на съемочной площадке он нам предоставлял полную свободу. Тебе так хочется, играй так. Вот. Хочешь оттуда пойти, иди оттуда. То есть мы как даже, как сказать, может, кайф ловили у него на съемках. Русский бизнес, русское чудо, русский счет. Название его фильмов говорили сами за себя. С первой своей картиной Кокшенов пришел к Гайдаю. Попросил, чтобы режиссер посмотрел кассету. Я показал, Леонид Киевович, посмотрите, вот я снял фильм, русский, русский бизнес, посмотрите, пожалуйста. Он посмотрел, говорит, ничего, но главное, чтобы вас после этого не посадили. И вот эти вот дурацкие комедии, как я их называю, они у народа пользуются огромным успехом. Их до сих пор эти и ВХС, кем у меня лежат, и DVD, большие тиражи. Снимать кино Михаил Кокшенов начал во времена кооперативной киноиндустрии. И тут его популярность, помноженная на коммуникабельность, оказались как нельзя кстати. Он останавливал поезда, он заставлял произвести самолеты, он перекрывал улицу. Все это бесплатно, потому что как только он появлялся, народ, я имею в виду обычный, нормальный народ, милиционеры, продавщицы, проводницы, официантки, они просто таяли и абсолютно теряли способность сопротивления. Поэтому ему удавалось многое то, что было невозможно снять за большие деньги, он снимал вообще без денег. Обаяние Кокшенова покоряло не только представительниц земных профессий. В него влюблялись и известные актрисы, и молоденькие звездочки. Балагур, хохмач почти двухметрового роста и спортивного сложения, нравился женщинам любого возраста. Я знаю, что он очень любит заигрывать с дамами. Ничего человеческое Михаилу не чуждо. Его энергия, его улыбка, в общем-то, ну, о многом говорит. Не случайно Кокшеновская улыбка до сих пор обольщает поклонниц. Я думаю, что это не совсем поклонница. Нет, мне очень приятно, хотя это его, в общем-то, ну, раздражает. Видимо, он устал уже от этого, и мне приходится, так сказать, за него отбиваться там. В этом я ему помогаю, так сказать. Он уже один, старается никуда вот так вот далеко не уходить, поэтому вот мы, если гуляем, то гуляем только вместе. Вот мне без нее трудно. Вот я, нет ее, там, час, два, три, я уже думаю, куда же, мадам, это делается. На вопрос о своем браке Кокшенов отвечает лаконично. Я счастлив. И он охраняет свой семейный очаг, бережет жену. Поначалу вообще ограждал ее от общения даже со своими друзьями. Когда узнал, что он женился, я говорю, Мишину познакомил бы с супругой. Он говорит, погоди, Саня, вот когда я ей надоем, наскучу, вот, когда ей, говорит, станет скучно со мной общаться, тогда я тебя с ней познакомлю, да. Может быть, ей будет веселее с тобой. Кто же играет в семье главную роль? Известный артист и режиссер или его вторая половина? Наверняка успешная бизнес-леди дама властная. Да, властная, генеральный директор, не может быть не властной. А в семье? В семье? Ну, со мной сложно быть властной. Я вам по секрету скажу, что Савка Гергала умеет жить и горилочку пить при любой власти. Да у нас нет такого, кто глава. В общем-то, мы как бы все решаем обоюдно и, так сказать, в равной степени один отвечает за одно, другой отвечает за другое. Каждый доброволен, выбирает себе интересы сам. После женитьбы на Наталье Кокшенов изменился, как утверждают многие, в лучшую сторону. А как бы он сам охарактеризовал свою супругу? Супругу? Какую супругу? Их у меня три было. Да, Наталья Васильевна третья жена артиста. До встречи с ним Михаил был женат на Елене Сергеевне. Она работала в гостиничном бизнесе и одновременно являлась директором и ассистентом режиссера картин своего мужа. А в браке со стюардессой Ниной Анатольевной у Кокшенова родилась дочь. Сейчас Алевтина работает журналистом. Многие годы отец с дочерью не общались, но постепенно отношения наладились. Вот тогда, наверное, папа мне стал делать комплименты, вдруг замечать, что она мне одета. Я помню тогда, когда мы первый раз в первый день, когда он меня познакомил с Натальей Васильевной, почему-то в этот же день он мне сказал, что у меня потрясающие волосы. Однако, ко всему, что связано с профессией, Михаил Михайлович был гораздо более внимателен. Особенно, если речь шла о неуважительном отношении к коллегам. 1989 год. В Ялте идут съемки криминальной комедии «Частный детектив» или «Операция-кооперация». Съемочную группу поселили в палатках в спортивном лагере. Вокруг песок и соленая вода. Миша приехал на съемки позже. Увидел это, ужаснулся. Говорил, да вы что, да как же можно, ну что же, Гайдай говорит, ну вот то, что директор нашел. Всего час понадобился Кокшанову для того, чтобы договориться с руководством пешенебельной гостиницы о комфортном размещении в ней съемочной группы. Гайдай получил люкс. Артисты – прекрасные номера. От века я не отстаю, все время что-то достаю. Повторю, не для себя, это же усилие, но вот это один из очень-очень многих поступков Миши, который умел творить чудеса. Между прочим, человеку уважать надо. Его персональное право, жизнь как он пожелает, тоже уважать надо. И да, до каждого от этой жизни полной удовольствии будет. А для себя ему прежде всего необходимо, чтобы рядом была любимая жена, а на столе вкусная еда. Ну что, ты проголодался, дорогой? Нет. Нет? А что ж ты тогда пришел сюда? А что, есть нечего. А, вот так вот. Ну, очень привередливый, еген, очень капризный. Это есть. Просто маминкин сыночек, он совершенно не приспособлен к хозяйственной жизни, хотя вот уже научился кашу варить там. Это большое достижение в его жизни. Безусловно, Михаил Михайлович может не только это поставить себе в заслугу. Он удивительно обаятельный человек, поэтому к нему какие-то люди испытывают такое благосклонное расположение. Всегда как-то он со всеми находит общий язык. особенно с простыми людьми. То есть Мишка в этом плане потрясающий человек. И не только в этом. В профессии он мастер ломать стереотипы. Как в актерской работе, так и в режиссуре. В 2000 году режиссер Кокшенов начал работу над музыкальной комедией «Герой ее романа». Сценарий появился после того, как Михаил Михайлович увидел клип популярной тогда песни «Герой не моего романа», которую исполняла молодая эстрадная певица Юлия Началова. «Герой не моего романа» Она его впечатлила. Сюжет возник почти сразу. Миллионер приезжает с севера в Москву и влюбляется в девушку, поющую ему из телевизора. «Значит так, мы хотим дать вам шанс». «Шанс?» «Шанс». «Шанс!» «Вот шанса у меня еще в жизни никогда не было». «Угу». «Тогда проводимся в бар». «Бар». Актерского кастинга не было. Юлия Началова сыграла главную роль. Для меня это был самый первый опыт съемок в кино. Он самоироний, он с чувством юмора. Это всегда помогало, вот в частности, на площадке, когда мы работали. Я не могу сказать слово «работали», потому что с Михаилом Кокшеновым это какой-то такой праздничной атмосферы. У него есть вот эта именно изюминка, которую он может использовать и всегда мог использовать в своих ролях. И никогда нельзя было его с кем-то перепутать. Однозначно. Проверь. Ага. Он из тех артистов, которые могут играть все. Вы только поверьте и только дайте. только предложите. Когда предлагали, Кокшенов доказывал свою актерскую разносторонность. Белый казак и чекист, художник и милиционер, гвардии рядовой и майор КГБ. Кто майор? Я майор. Какой майор? Госбезопасность. А почему майор? Заслужился. Поехали. Он многолик. Он многолик, но во всех ролях сохраняет ту самую изюминку. За что и ценил Кокшенова мэтр комедии Леонид Гайдай. Он говорил, дурака сыграть надо быть умным. Виной раз тяжелее бывает смеяться, чем плакать. Это тоже другая сторона медали. С Романом Мадяновым Кокшенов пересекся лишь однажды. В Гайдаевской эксцентрической криминальной комедии «Частный детектив» или «Операция-кооперация». Съемки проходили в Одессе. Мы когда вылетали в Одессу, я помню эпизод, Михаил Михайлович держал самолет, по-моему, он держал просто стоп-кран. Я опаздывал на самолет, и когда я последний влетел в салон, он сказал, Рома, не заставляй меня так больше волноваться. Виктор Петрович, ну дайте я их на стенку размажу! Ну, Виктор Петрович, ну дайте я их на... Рот закрой! Иди в машину. Соберите вещи и ждите. Ага. А трупы? Трупы сейчас будут. Нет, не напрасно многие коллеги Кокшенова считают, что ему подвластно то, что не дано другим. Кажется, что и на экране, и в жизни он может решить всякую задачу, справиться с любой проблемой. Миша очень практичный человек. Он умеет ориентироваться в любой ситуации. И как в профессии, так и по жизни. Михаил Кокшенов, он настоящий, точка. Вот во всем. В подходе, в ролях. И если даже он где-то играет, нам этого не видно. Он кажется, когда смотришь на него, что вот он такой. И есть. Он так много снимался, так много снимался, что вот так вот навскидку сразу сказать, какая лучшая. Нет, я, пожалуй, не берусь. Не берусь, не берусь. Потому что он просто вот в киноискусстве, он есть, он личность. Такой непонятной вот этой грани, где он, так сказать, где он, а где образ. То ли он такой, то ли он все время в неком образе находится, этот человек. А разве это имеет значение? Важно то, что народ артиста Кокшенова любит. Считает своим в доску. Веселым простаком. Хотя он известный актер, успешный режиссер, плодотворный сценарист, удачливый продюсер, счастливый семьянин и совсем не бедный пенсионер, вовсе не так прост, как кажется с экрана. Это сложно, конечно, но это же твоя профессия. Надо терпеть, надо воспринимать то, что это слышит. Понимаете, что тебе Бог дал этот дар комедии. Потому что это невозможно учиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok